Дело номер два Наш сегодняшний рассказ будет касаться более поздних времен. Именно моей любимой мощенской культуры, которая появляется где-то в середине третьего века на нашей территории. Но, в общем-то, все оказалось не так-то просто. Поэтому моя лекция называется «Кто живет в моем лесу? Удивление археолога Воронцова Алексея Михайловича после 20 лет работы». Но это как бы даже не вранье, потому как где-то в 1998 году первый раз мне удалось довольно хорошо изучить первое в моей жизни мощенское городище. Когда у меня все получилось, я нашел постройки, я нашел хронологию, нашел замечательные находки. В общем, в тот момент можно сказать, что я начал ее активно изучать. Потом, буквально в 1998 году я защитил по этому поводу кандидатскую диссертацию. В 2013 году она вышла в виде монографии. И все вроде было бы хорошо. Но, тем не менее, век живи, век учись, дураком помрешь. Я считаю, что эта фраза, пословица, точно отражает счастливую судьбу любого исследователя. Потому что было бы скучно где-нибудь в молодости открыть все, и потом только ходить на разные конференции и лекции с важным видом, надувая щеки и живот, рассказывать о том, какой я умный. Это было бы очень скучно, грустно и не имеет никакого отношения к занятию наукой. Все совершенно по-другому, может перевернуться мир в один момент, появятся новые данные, появится новая тема, и все начинается как в первый раз. То есть, несмотря на то, что ты уже взрослый опытный археолог, ну, конечно, ты уже подходишь с тем багажом знаний, но, тем не менее, тебе совершенно все ничего не понятно, и ты сам в себе начинаешь сомневаться. Это самый счастливый момент, который повторяется с определенной периодичностью всю мою жизнь. Итак, то, что мы выяснили раньше, то, в чем была суть моей диссертации, моих работ, это хронология событий на Ускодонском водоразделе. В начале 3 века гибнут в пожарах и считают поселения типа Новоклеменова. Ну, это тот самый сарматский мир, которому была посвящена прошлая лекция. Замечательные и очень интересные поселения, которые существовали, судя по всему, с какого-то финального 1 века, весь 2 век, и на рубеже 2 и 3 где-то они там гибнут в пожарах, и от них не остается никакого следа. И вот все это сарматское великолепие исчезает. Через какое-то время, в середине 3 века, возникают поселения мощенской культуры, которые имеют генетическую связь с поселением типа Почепа, известными ранее на Десне. Что такое генетическое связь? Ну, просто они от них произошли. Вот есть поселения типа Почепа, которые возникают в 1 веке, в середине. Потом они какое-то время благоденствуют на Десне, в основном в современной Брянской области. Потом туда приходит другое население славянской, киевской культуры, и, собственно, вытесняют их с тех мест. Они берут ноги в руки и идут на нашу верхнюю оку, и здесь поселяются. И они становятся этими самыми жителями мощенской культуры. Они живут, причем городища прослежены хронологически, что непрерывная жизнь на них продолжается, по крайней мере, до середины 7 века. Возможно, несколько позже, но, тем не менее, вот такая жизнь существовала. И, в общем, сейчас я тоже ни капельки не сомневаюсь, ни в одном из этих тезисов это все так. Вот, чтобы немножко напомнить. Да, вот самый ранний горизонт мощенской культуры, который связан с вот такими великолепными предметами круглого восточноевропейских выемчатых эмалей. Это около середины 3 века. Все с ними хорошо, сейчас их очень активно изучают. Даже сейчас буквально на днях произошел достаточно большой прорыв в изучении этих предметов, этих комплексов. Вышла большая коллективная монография в серии «Ранний славянский мир», которая посвящена брянскому кладу круга восточноевропейских выемчатых эмалей. Ну, одна из глав там написана мной. Вообще там около, по-моему, 22 автора, все очень серьезные, хорошие ученые. Это действительно большой прорыв в изучении этих древностей. Сейчас должна выйти еще одна, можно сказать, такой сборник, коллективная монография про эти же вещи в серии «Германия Сарматия». Ну, вот мы там, если есть у кого желание, можно найти, почитать все новейшие данные. Так, ну, все это вполне серьезно. Я специально привел вот слой конкретный, изученный раскопом на городе Щепилово, недалеко от Тула, где найдена была именно мощенская культура, ее горшки постройки, эти прекрасные вещи, которые также относятся к кругу восточноевропейских выемчатых эмалей. То есть здесь железно все хорошо доказывается. Так оно и было. Итак, жители почепских селищ, а потом и мощенских городищ, имели свою любимую этнографическую застежку. Это окские фибулы с кнопкой на ножке. Произошли они вот от таких замечательных застежек, которые были расстроены в Европе. Это сильно профилированные фибулы. Вы понимаете, что здесь обломанная как бы иголка. То есть это вариант английской булавки, но такой вот более красивый и статусный. Вот это был прототипом. Сюда они пришли на верхнюю опу вот с такими вот красивыми изделиями. Они немножко уже отличаются. И точно такие же изделия существовали вплоть до, по крайней мере, середины пятого века. То есть они эволюционировали, немного видоизменялись. Видите, кнопка стала плоской, тело фибулы такое широкое. То есть разные все красивые изменения. Но это то, что они любили, то, что было их этнографической вещью. Ни у каких других культур они не встречаются. Они там выплескиваются в качестве импортов на среднюю аку, на верхний дон. Но тем не менее, это вот их любимая застежка. Ну, надо сказать, что такие застежки – это определенный тип костюма, который, соответственно, одежда состоит из двух полотничьих тканей, которые на плечах скалываются вот такими английскими булавками. Никакое другое население на Оке, ни средней Оке, резоноокские могильники, выше Москворечья, диковская культура, они такими застежками не пользовались. Ну, у них не было такой традиции. У резоноокских могильников появляются собственные застежки где-то на рубеже 4-5 века, уже в гуннское время. Когда это стало модным, они вот очень это любили. А эти любили это всегда, это часть их этнографии. Вот. И потом, вот можно сказать, что вот мощенская культура, она вот занимает вот такое пространство. Это в основном верховье Оки, немного верхний Днепр, Угра. И вот красными обозначены пункты, где есть слои точно кругово-источно-европейских вычисленных эмалей. Ну, то есть, это первопоселенцы, да, такие. Вот. Здесь для нашей территории, которая близка к лесостепи, Окско-Донской водораздел, то есть, между речи Оки и Дона, точно тоже выяснено, что потом, после этого горизонта, наступает вот такой, где чувствуется сильное влияние черняховской археологической культуры. Ну, черняховская культура, это вот связанная с готами, такое протогосударственное, может, даже государственное формирование. Там было очень развито ремесло, производили вот такие застежки в большом количестве, и они также найдены на Мощинских городищах. Ну, то есть, все тоже серьезно. Вот, пожалуйста, вот постройка изученная на городищах Супрута, вот такая фибула, вот из нее горшки, миски, все это происходит, это чистая Мощинская культура. То есть, на Окско-Донском водоразделе жители, носители Мощинской культуры такие застежки в 4 веке хорошо носили. Это все мы знаем. И как это могло попасть? Да спокойно, вот Мощинская культура, вот на Сеяме в Курской области черняховские памятники ближайшие. И даже вот здесь, на Верхнем Дону, есть такой анклав, называется памятники типа кошевки-сиделки, которые, в общем-то, были под сильным черняховским влиянием. Ну, вы понимаете, что черняховская культура, это не обязательно все эти германцы-готы. Это и славяне, это и сарматы, то есть, это очень поликультурное формирование, но очень мощное и красивое. Вот, все это замечательно, но в 2017 году появляется совершенно новая категория находок. Раньше мы никогда их не видели, не находили. Это фибулы застежки группы Алемгрен-7. Это вот такие вот дивные, ну, тут приведена одна из серебряных, вы видите, что вот такой большой иглоприемник, здесь была пружина, соответственно, здесь была игла, вот такая была мода. Что мы о них знаем? Ну, в общем, выделил их великий шведский археолог Оскар Альмгрен в своей работе о североевропейских фибулах. И произошло это еще в конце 19 века, когда он издал вот этот классический труд, до сих пор актуальный. И, по его мнению, эта группа фибул отличается от других изделий застежек вот такими высокими иглоприемниками. То есть, они просто, вот если вы прочитаете, там написано по-немецки, правда, что это двучленные фибулы с высоким иглоприемником. То есть, в одно прекрасное время случилась такая мода, всем нравилось, что вот застежки должны выглядеть именно так. Вот как раз к этой серии и относятся наши находки. А потом на территории СССР этими находками занимался тоже очень большой ученый Анатолий Константинович Амбрас. И в 1966 году вышла его такая классическая работа фибул в юго-европейской части СССР, где он разделил, ну, определил именно те варианты, которые относятся к нашей территории, вот таких фибул, и обосновал, какие же из таких застежек связаны именно с черняховской культурой. То есть, действительно, в черняховской культуре, в самой ее ранней фазе, такие застежки распространены. Ну, в распоряжении Анатолия Константиновича было там их, по-моему, полтора-два десятка находок на то время. Ну, с тех пор, последняя сводка была сделана, издана в 2004 году, тоже замечательными людьми, Евгением Леонардовичем Гороховским и Оксаной Викторовной Губковой. И они учли вот, вот территория черняховской культуры, 122 находки из 60 пунктов. Это сейчас совершенно не соответствует жизни, действительности, надо делать что-то новое, но большая часть находок выглядит вот так. Это вот типичные грабительские находки, там сайты Виолити, там вот с Украины. То есть, вы видите, что, ну вот, видите, вот они. В просторечии грабительском называются флажки. Их огромное количество, это только там, даже не вершина айсберга. То есть, это тысячи находок, которые в основном превращены вот в такое вот барахло, потому что, ну, ни один грабитель не знает толком, откуда он их поднял, где. И они продаются уже на тонны, за три копейки, сдаются в металлолом, серебряные изделия сдаются в скупку ювелирную. То есть, я понимаю ужас исследователей, которые занимаются черняховской культурой, потому что, ну, совершенно невозможно вот это вот как-то обработать. Во-первых, это огромное количество. Во-вторых, это часто никто и никогда не узнает, с какого места, даже с какой области происходят эти находки. Ну, что-то с этим придется делать, тогда мы о них узнаем что-то много нового, умного. Ну, для нашей территории... Ну, в общем, что же мы знаем о черняховской культуре? В общем-то, преимущество датируется такие находки середины 3 века нашей эры. Отдельные экземпляры доживают до начала 4 века, и они являются индикатором наиболее ранней фазы, то есть эпохи формирования черняховской культуры. То есть, когда она не была единым каким-то, уже оформившимся вот этим протогосударственным образованием, королевством, германарихой и так далее. Это были еще самые разнородные элементы, часть, которая была германская, славянская, сарманская, как я уже говорил. То есть, это самое интересное время, эпоха формирования, очень все важно и интересно. То же самое было для мощенской культуры, понимаете, что это все совпадает, тоже непонятно, кто приходил, как приходил, иногда какие-то влияния, очень важные. Итак, что мы можем сказать о находках группы Альмген-7 на верхней океане? Вот одна такая, видите, они довольно разнообразны, но всех их объединяет очень высокий этот иглоприемник. На памятниках с такими фибулами часто встречаются изделия с выемчатой эмалью. Вот это находки с одного из таких памятников, лунница, круга выемчатых эмалей, вот две такие фибулы. Они составляют уже довольно представительную серию, то есть вот те находки, которые происходят именно с нашей территорией. То есть их больше десятка, для наших диких мест, то есть мы же не находимся на территории Черняховской культуры, мы далеко в лесу, достаточно, то есть это явление, которое, ну как бы это уже не один чемодан, не два чемодана, гораздо больше, это группа каких-то новых находок, которые нам очень интересны. Где они находятся? Вот вы видите, вот красными показаны городища мощенской культуры того времени, есть ряд селищ, которые сейчас открыты, на которых, вот буквой «ф», наверное, довольно плохо видно, но ничего страшного, отмечены находки этих фибул. То есть довольно узкие регионы, вот это вот город Крапивно, город Тулы, вот такая петля реки Упы, вот эта граница леса современного, то есть это вот на территории как раз Тульских засек это все и происходит, потому что все лекции этого года посвящены исключительно засечным лесам. Итого, большинство находок фибулы найдены на селищах, расположенных вне системы мощенских городищ. То есть, ну я считал всегда, что есть система, вот есть городище, как центральное укрепленное поселение, вокруг него несколько селищ, это либо выселки с этого городища, либо следы какой-то хозяйственной деятельности, когда на лето, на какой-то сезон возводились постройки, люди жили не на городище, а ближе к своим полям или каким-то другим хозяйственным надобностям. Нет, это все очень далеко от городищ и достоверных находок таких изделий на мощенских городищах нет. Есть случайные находки, вроде бы одна, связана со склоном городищ Супруток, на котором есть мощенский слой, и есть с одного городища серия находок, но там не доказывается существование, собственно, мощенского слоя. Итак, это что-то другое. Что же дальше? С этими сильными связаны находки других синхронных фибул западных типов. Вот такие застежки, вот этот первый вариант подвизных фибул, ну, в общем, вариант Петрович, типичный для сильно западной Белоруссии и Польши, вот такие застежки, они в вильбарских памятниках германских вполне себе существуют. это очень интересно, потому что совсем не совпадает с тем, что я рассказывал о мощенской культуре. Правильно? Вот. Итак, на силищах найдены следы бронзолитейного производства. Это вот всякие оплавки, вот обломки литников, и завершательная совершенно штука, которая удалось сейчас вот получить, это отливка фибулы седьмой группы. То есть, это то, что отлито в форме, из бронзы, вы видите, еще никаких отверстий для пружинного механизма, сама вот этот вот высокий приемник представляет себе это пока грубую отливку, то есть, для того, чтобы мастер из этого сделал эту фибулу, ему придется очень много еще потрудиться. Это говорит о том, что вот здесь на УПЕ существовала фибульная мастерская. Вообще, находки таких мастерских большая редкость в археологии. Их известно очень немного. И здесь сидел настоящий мастер, который знал, как делать эти фибулы. То есть, это нам доказывает, что это не привезли, не принесли. Это делали люди, которые жили здесь, на верхней оке, а точнее, даже на берегу практически реки УПЕ. Совершенно удивительная информация. Что же дальше? ошибка? Продолжение следует...